У нас движение и стойка симметричные, мы не знаем в какую сторону полетит мяч, либо вправо, либо влево. Поэтому стойку мы должны делать симметрично, и если вы делаете вот такую стойку, то есть забираете себе левой ногой хотя бы вот так, сантиметров 20, вы начинаете уже делать не этот шаг, а вот этот, в сторону спины, и начинаете прятаться из-под мяча. Нет, никакой системы защиты уже нет. Поэтому старайтесь держать стойку вот такой. Дальше, для того, чтобы в эту стойку прийти, вам нужно сделать два шага. Скрестный раз, скрестный два. Вот это мы ставим гусетки, нагружаем эту ногу, потому что у нас одно направление движения, куда мы не собираемся. Нагружаем эту ногу, только увидели вылетающий мяч, плот басующий, понимаете, что вы не будете ставить блок. У нас либо вот это, либо вот это вот. Тратится очень много времени на это, знаете, вы должны стоять, в какой стойке вы здесь оказываете, и почему. В какой стойке вы там можете стоять, и почему. Если вы играете против сильной команды, в которой хороший пас, в которой много силовым образом нападает, вы должны здесь стоять вот так, делать открывание, делать все же самые шаги, раз, два, и потом еще разворачиваться и играть сверху, потому что они сильно бьют. Да, так, в зависимости от того, что мы видим на той стороне, мы можем занимать разные стойки и по-разному там стоять. Да, сейчас у нас силового нападения нет, поэтому мы можем еще не позволить стоять вот таким образом. Что мы тренируем? Выбегание в одну сторону и в другую сторону. И это у нас используется еще. Например, на той стороне бойка у меня нападающая. Соперник. Ставится блок. Да, Илья, ты на блоке. Илья закрывает линию. Я стою здесь, у меня позиция, вот угол, да, я стою. Дальше, какие у меня возможные варианты? Если силовое нападение идет мимо блока, я здесь, в этой стойке пытаюсь вытащить мячи справа-слева. Если у меня идет накат, то основные два направления накатки это вдоль сетки и через блок. Соответственно, я так стою. Если у меня накат идет через блок, я вижу эту накатку, у меня опять симметричная стойка, две точки, которые я держу, увидел накат, держу, раз, два, и здесь достаем. Если у меня накат вдоль сетки, из этой же стойки, увидел накат вдоль сетки, отсюда оттолкнулся, раз, два, достаю и тут. То есть у нас много где применяется, в том числе на отбегании. Когда вы здесь стоите, у нас то же самое движение с отталкиванием, с крестом. Что делать? Сейчас, смотрите, что мы делаем. Встаем в широкую стойку, так, чтобы у нас пятки торчали наружу. И делаем максимально длинный прыжок на свернух, либо к сетке, либо в лицевую линию. Прям на линию стою. Один длинный прыжок, один раз. Один, один, один. Один, один. Так, стоп, стоп. Еще раз. Вот раз. Мы толкаем с этой ноги, потом с этой ноги и с левой перепрыгиваем на правую. Так, перепрыгиваем. По прямой. Максимально длинный. Один, один, один. Зачем вы разворачиваете? Обратите. Раздем, либо... Зачем вы разворачиваете? Принять. Еще раз. Мы тренируем шаг, прыжок, мы никаких защитных действий мы не делаем. Еще раз. Мы тренируем прыжок. Отталкиваем, Паш, заодно. Отталкиваем. Не просто перенос ноги. Отталкиваем. Тоже самое, Артем. Отталкиваем. Так, первое, смотрите. Нам должно быть с чего отталкивать. Сейчас смотрим на неправильный вариант. Я ставлю стопку, и смотрим на правую стопку. Заходите, чтобы всем было видно. Я пытаюсь оттолкнуться в левую сторону. Я стою, вот и делаю. Что у меня произошло? Что у меня произошло? Она просто уехала в обратную сторону. Почему? Потому что я ее не прикопал. Вот она как стояла, сразу сделала. Организм вас чувствует, как стоит ваша стопа. И если вы поставили стопу вот так, он никогда не будет делать резкого разгибания ноги и пытаться оттолкнуться. Он будет делать вот это движение. Для этого движения не нужно никакого отталкивания. Он берет ногу за внутреннюю поверхность бедра, поднимает ее и переносит в следующее положение. Это движение очень короткое и очень медленное. Поэтому мы ставим одну ногу так, вторую ногу так, приседаем пониже и готовимся делать. Делать максимально. Так. Так. Смиряться на полу, и минус капот, еще как отталкивается. Вот. Вот. Уже две эмоции. Видите, отталкивание уже по-другому идет. Ты меня слышишь? Так. Следующий момент, смотрите. Когда мы стоим вот так вот. У нас центр тяжести здесь. Дальше. С помощью вот этого отталкивания мы переносим центр тяжести за опорную ногу сюда. А потом мы этой опорной ногой толкаем в центр тяжести. Дальше. И в момент, когда мы делаем вот это, отталкивание вот этой ногой, мы должны это сделать. Этой ногой, которой мы сначала делаем переднюю поверхность с утра движения. И вытаскиваем, как вот эти движения, вытаскиваем себя из места. Вот. Еще. Вот. Молодцы. В одну и в другую сторону пробуем. Толкаемся, летим. Теперь давайте два фабора за каждую сторону. Впереду-назад. Мы делаем два таких шага и один накатываем в другой. Стараемся по максимуму пройти расстояние. И мы накатываем не первый маленький. Мы стараемся на второй, накатить на первый. Вниз ушли, развернули стопы. Отталкиваемся, да. Отталкиваемся. И на втором отталкиваемся. Еще мощнее. Вот два раза. Как же, что? Сейчас мы будем делать то же самое упражнение, только с бросками. Так, давай, ты вставишь защиту. Я снимем мяч. Сейчас бросаю вперед. Нет. Ты стоишь так сбоку, как только сзади. Бросаю вперед. Мы делаем два шага, таких, как сейчас делаем. Давай, мяч бросим. Готов? Раз, два. Выбиваем мяч. Если бросок идет назад, ты точно так стоишь. Раз, два. Все, выбиваем мяч. Ну, поточнее подстраиваемся. Убиваем мяч. Это все, что вы сейчас должны делать дальше. Все понятно? Да. Так. Давайте отдыхаем, пьем. И делаем.